всем привет мои дорогие зрители сегодня буду отвечать на ваши вопросы которые вы задавали под видео где я делала обзор нашей новой квартиры я вас просила задавать вопросы если такое имеется по поводу покупки квартиры по поводу ипотеки ну и вообще всего что связано с этой темой и на самом деле вопросы достаточно много у меня тут на целых три страницы набралось вопросов так что давайте начнем а то и так наверно видео получится очень длинным скажите какой был процент первоначального взноса и на какой период вы оформили ипотеку значит начну со второго вопроса ипотеку мы оформили на 30 лет на последние 10 лет мы по идее должны платить очень маленькую сумму там какие-то копейки первые 20 лет мы будем платить много какой был процент первоначального взноса в нашем случае первоначальный взнос я вам скажу в сумме это 100000 шекелей так как мы купили квартиру по программе Михейли Миштекен. Там такие условия. Первоначальный взнос должен быть 10% от стоимости жилья, но не меньше 100 тысяч шекелей. Так как квартира у нас стоила меньше миллиона шекелей, то первоначальный взнос у нас был 100 тысяч шекелей. Как вам город Хариш? Его уже обустроили. На самом деле Хариш еще строится и строится. Тут везде ведется стройка. Поэтому это еще займет какое-то время. Но он обустраивается, как вы выразились, очень быстро и очень активно. Как вам город Хариш? Нас он полностью устраивает. Он находится недалеко от моей работы, от работы Андрея. Он тихий, спокойный. Мы как раз таки стремились купить квартиру где-то в тихом, спокойном месте. И, в общем-то, это мы на данный момент имеем. Конечно, это еще не предел. Я думаю, что следующее наше недвижимость будет где-то в глухой деревне. Название, которое будем знать только мы. Но на данный момент нас этот город устраивает. Сколько платите за такую квартиру? На данный момент платеж по ипотеке у нас, по-моему, 4 300, если я не ошибаюсь. А подземная парковка платная? Я вам показывала в обзоре видео, что у нас есть подземная парковка и парковка на уровне земли. Парковки все одинаковые. То есть, когда мы покупали квартиру, случайным образом в каждой квартире была прикреплена определенная парковка. И тут уже какую квартиру ты выбираешь, с такой парковкой ты дальше идешь. То есть, это условия программы Михейли Миштакен. Там особо что-то менять невозможно. Какие-то добавления в цену, убирания из цены. То есть, ты выбираешь определенную квартиру и уже с этой квартирой ты получаешь определенный склад, определенную парковку. И цена не зависит от того, где именно находится парковка. На земле или под землей. А бассейн в комплексе или поблизости есть? Ну, у нас комплексы не элитный, поэтому бассейна у нас в комплексе нет. И спортзал у нас в комплексе только квартиры. А поблизости, насколько я знаю, нет. Я на самом деле, ну, мы когда сюда переехали, уже началась пандемия. И поэтому мы не особо проверяли этот вопрос. Потому что бассейн это в пандемии все закрыты. Но как только пандемия, я очень надеюсь, что когда-нибудь она закончится. Мы будем проверять этот вопрос, потому что я своего ребенка хочу отдать в бассейн. Но, насколько я знаю, пока нет здесь бассейна. Следующий вопрос. Даша, скажите по поводу масгана, то есть кондиционера. Какой вы выбрали? Сколько стоит? В каком состоянии инсталляция была при сдаче? Что доделывали? Очень интересует. Тем более, что муж электрика точно знает в этом толк. Мы выбрали кондиционеры системы или фирмы VRF. То есть это 4 отдельных кондиционера у нас в квартире стоят. С одним большим двигателем. Обошлись нам эти кондиционеры в 30 тысяч шекелей. Что является достаточно высокой ценой. Но эти кондиционеры, они стоят дорого. Плюс нам произвели такую установку, что кондиционеров у нас не видно. То есть в зале у нас кондиционера вообще не видно. У нас есть такие прорези в стене, откуда дует холодный воздух. А сам кондиционер находится в технической комнате. И он закрыт, то есть его не видно. Он находится, получается, над потолком. То же самое нам сделали в нашей с Андреем спальне. Единственное, где видно кондиционеры. То есть видно сам кондиционер. Это детская комната и бомбоубежище. Все. То есть это достаточно такая сложная и дорогостоящая система установки. То есть это дороже, чем просто повесить кондиционер на стену. И поэтому такие цены. В эту стоимость входили и кондиционеры, и их установка. То есть в общем-то все. Что, скажем, гипсокартоновые конструкции, вот эти конструкции, которые закрывают кондиционер, мы делали уже отдельно. И платили за это отдельно. Вода на балконе не совсем понятна, почему есть. На самом деле мне тоже особо не было понятно, для чего тут вода на балконе. Но я вам так скажу, мы ей пользуемся. Многие в комментариях писали, что вода на балконе для того, чтобы там цветы поливать на балконе и так далее. Цветов у нас пока нет. Не знаю, будут или нет. Но даже в этих условиях, что нам нечего поливать, мы этим краном достаточно регулярно пользуемся. То есть нужно, например, помыть балкон, не нужно тащить воду откуда-нибудь. Просто здесь включаешь кран. Что-то такое, знаете, грязное с улицы надо помыть, тоже здесь моешь. Не нужно нанести там куда-то в ванну или в душ. Сколько такая же квартира стоит в Хадере? Я риелтор, я точной цены не знаю. Я могу примерно предположить, что такая же квартира в Хадере будет стоить где-то полтора миллиона шекелей. Риелторы, если вы знаете точнее, то, пожалуйста, поправьте меня в комментариях. Лично мне очень бы хотелось видео в процессе ремонта и про используемые материалы, свет и так далее. И, конечно же, видео с конечным результатом трудов. Видео с конечным результатом будет. Пока что у нас нет конечного результата, поэтому и видео тоже нет. Но процесс ремонта я снимаю на влоговый канал. Обязательно на него подписывайтесь. Там видео выходит достаточно регулярно. Как только у нас выходят какие-то, то есть случаются какие-то обновления, нам что-то устанавливают. Я обязательно об этом рассказываю. Тоже со всеми подробностями. Сколько этажный у вас дом? У нас девятиэтажный дом. То есть он с девять жилых этажей. Дальше. Обязательно ли делать мозган-меркози, то есть центральный кондиционер? Нет, не обязательно. Например, мы не делали центральный кондиционер. У нас четыре кондиционера стоят в квартире. Интересно про кухню. Где заказывали и конечная цена? Заказывали мы кухню плотника. Она до сих пор не готова. Про конечную цену я тоже пока называть ее не хочу, потому что у нас пока нет конечной цены. Потому что постоянно происходят какие-то изменения. И цена еще может измениться, поэтому я не хочу ее озвучивать. А сколько времени прошло с момента подписания Тофи Сарба и до получения ключей? Тофи Сарба это один из последних этапов перед тем, как здание сдается в эксплуатацию. Насколько я знаю, если я ошибаюсь, в каких-то моментах поправьте меня в комментариях. Значит, у нас с момента получения Тофи Сарба и до получения ключей, по-моему, прошло месяца 3-4, если я не ошибаюсь. Что надо, чтобы государство дало квартиру в Израиле? Зависит ли это от конкретного города, района? Ну, давайте начнем с того, что государство в Израиле квартиры не дает. Точка. Да, конечно, можно по каким-то программам получить землю где-то в пустыне. Знаете, если вы дадите обещание, что вы там будете, я не знаю, помидоры выращивать, каким-то сельским хозяйством заниматься, облагораживать эту пустыню, то тогда, да, может быть, государство даст вам землю. Но на бесплатную квартиру в Израиле не стоит рассчитывать. В России запрещено на лоджиях и балконах разводить огонь и что-то жарить. А у вас, получается, можно? Ну, я ни разу не слышала, что у нас это делать нельзя. И у нас все этим занимаются, и ни разу не слышала, что вот где-то это запрещено. Иногда, да, жильцы против, и все соглашаются, что они не хотят, чтобы у них дымили, и чтобы у них пахло чем-то в квартире, и поэтому все, например, жильцы соглашаются, что никто из них не будет ничего жарить на балконе. Но в нашем случае и в этой квартире, и в квартире, которую мы снимали в прошлом, мы там постоянно жарили что-то на балконе, и наши соседи постоянно что-то жарили. То есть никаких проблем нет. Скажите, а продаются ли квартиры в пределах 60-70 метров? А то мы привыкли всю жизнь жить на 45 квадратных метров, и нам слишком просторно будет 100. Правда, насколько может быть дешевле такая квартира? 60-70 квадратных метров – это старый жилой фонд. То есть вы должны понимать, что если вы хотите купить маленькую квартиру в Израиле, то, скорее всего, это будет здание 20-30-40 лет. Новые квартиры в Израиле не строят такими маленькими. По метражу я не могу сказать, какие самые маленькие квартиры строятся, но вот по комнатам это минимум 3 комнаты, и то это с трудом можно найти трехкомнатные квартиры. Возможно, знаете, еще где-то в Тель-Авиве строят маленькие квартиры, потому что в Тель-Авиве, не вижу, у нас просто какая-то занебесная, и там каждый клочок земли стоит миллионы и миллионы. Возможно, там можно найти маленькие квартиры, но в других городах Израиля квартиры в основном в новостройках продаются где-то от 4 комнат. Ну и от 90 метров квадратных. 90 это в лучшем случае. Насколько может быть дешевле такая квартира? Ну, мне сложно сказать, потому что, опять же, когда мы говорим о новостройках и о старом жилом фонде, это разные категории цен, поэтому я затрудняюсь сказать, честно. Старые квартиры, конечно, стоят дешевле. В информации по батареи Михаиле Миштекен пишут несколько цен на квартиры. Цена квартиры и цена стоимости квадратного метра. Так как же цена является правильной для покупки батареи? На самом деле, цены, которые там указаны, это примерные цены на квартиры, потому что, скорее всего, когда вы придете подписывать договор на квартиру, цена может измениться немного, потому что цены на квартиры растут. Но вы должны знать, что цены, которые там указаны, они очень приближены к правде, они не изменятся в 2-3 раза, не увеличатся и не уменьшатся. Но ни одна из этих цен, я думаю, что не будет окончательной ценой какой-то конкретной квартиры. Я думаю, что все-таки цена, общая цена квартиры, она более приближена к правде, более будет приближена к цене, которую вам придется заплатить, скажем так, нежели цена квадратного метра. Потому что, опять же, я так предполагаю, когда указывается цена квадратного метра, это цена жилого квадратного метра, который находится внутри квартиры. Сюда обычно не входит цена балкона, цена парковки, цена склада и так далее. То есть общая цена квартиры, туда, наверное, уже включается все. Сколько вы будете платить ватт-байт за месяц? Мы будем платить 250 шекелей. Что за телефонная трубка в родительской спальне? Это телефон или домофон? Это домофон, то есть входную дверь внизу в подъезд можно открыть, не выходя из спальни своей. Кстати, а домофон или консьерж у вас есть или будет? Консьержа не будет, домофон, как я уже сказала, есть. Собираетесь ли вы что-то делать с белыми стенами? Вроде раньше у вас даже какие-то рисунки были на стенах. На самом деле, пока что, наверное, мы ничего не будем делать на стенах. Нам белые стены особо не мешают. То есть это выглядит красиво, чисто, просторно, светло очень. Да, повесим несколько картин, фотографий, но особо, наверное, не будем ничего делать. Да, мы планировали, к примеру, сделать за телевизором кирпичную стену, такую фактурную. Но пока что мы отказались от этой идеи, потому что нам много чего другого нужно сделать в квартире, более важного. Поэтому пока что оставим белыми стенами. В будущем, да, возможно, что-то сделаем. А зимой по кафеле не холодно ходить. Как вы, наверное, успели заметить, в Израиле в большинстве, в подавляющем большинстве квартир на полу лежит плитка. И да, летом это, конечно, очень удобно, потому что она всегда холодная, жаркое лето. Это прям очень классно, она охлаждает. А вот зимой, да, немного прохладно, но, смотрите, если носить домашние тапочки или носки, то это вообще не чувствуется. А кладовку и машиноместо вы тоже включили в цену? Ну да, как бы квартира наша продавалась уже с кладовкой, точнее со складом и с парковкой. Все квартиры в Израиле сдаются застройщиками с предчистовым ремонтом. Видно, что у вас есть полы, базовая отделка стен, плитка в санузле, сантехника, межкомнатные двери, даже механические жалюзи на окнах. Насколько я знаю, большинство квартир сдаются именно в таком виде, то есть с предчистовым ремонтом, как вы сказали. Но, насколько я знаю, есть такие варианты, когда сдают квартиры прям пустые, без какой-либо отделки. Но достаточно редко. Все-таки в Израиле, как-то я заметила, любят купить квартиру, получить ее и сразу в нее въехать. Кстати, очень многие люди, которые получили квартиру в нашем здании, они так и сделали. То есть они получили ключи от квартиры и буквально на следующий день переехали. Даша, а как же на том техническом балконе вешать белье? Ой, больная тема, я сама задаюсь этим вопросом. Вот эта вот вешалка для белья, которая сделана на техническом балконе, она, мне кажется, абсолютно бесполезная. Я не думаю, что мы ее будем пользоваться. На той квартире, которую мы снимали тоже в Хариши, такая же у нас была фигня. И мы этой штукой совершенно не пользовались. То есть там стоит двигатель от кондиционеров. Ну, блин, я не знаю, это абсолютно непродуманный этот момент. Но на самом деле у нас, мы купили сушилку для белья, так что мы сейчас белье не сушим отдельно, то есть не развешиваем. Но да, вопрос, конечно, хороший, я сама этим вопросом задаюсь. Нафига тогда ее вообще повесили, если ей пользоваться невозможно? То есть она очень неудобно расположена. Я вам вставлю фотографию или видео, как это все дело выглядит. Есть ли, Дарья, там квартиры-студии с балконом хорошим для растений? Ну, думаю, есть такие варианты квартир, но точно не в новостройках. Опять же, в старых домах есть квартиры-студии, либо это какие-то там разделенные квартиры. В Израиле это достаточно часто делают, особенно в дорогих городах. То есть берут какую-то трехкомнатную, четырехкомнатную квартиру и разделяют ее на несколько маленьких квартир. И каждую из них сдают. И да, наверное, есть такие квартиры с хорошим балконом для растений. Даша, а когда вы купили квартиру, дом уже строился или еще нет? И сколько по времени строился дом? Когда мы подписали договор о покупке квартиры, дом наш еще не начал строиться, но начал строиться наш проект. То есть, по-моему, в зачатке были соседние здания, если я не ошибаюсь. Наш дом и вообще наш проект построили, получается, за два года. Мамат превратится в ваш офис или гостевую? Мамат это комната безопасности, то есть это четвертая комната в нашей квартире. Я думаю, что мы обе эти функции совместим в одной комнате. То есть, в основном это будет, конечно, наш офис. А на случай, когда к нам будут приезжать какие-то гости, это будет гостевая комната. Предлагал ли вам застройщик выбрать цвет напольной плитки основной и ванной комнате? Да, это мы могли выбрать. То есть, там был достаточно большой выбор цвета напольной плитки и на балконе, и в общем пространстве квартиры, и на стенах ванной. Это все дело мы выбрали. Так что, также у нас была возможность выбрать цвет дверей. Также была возможность выбрать цвет кухни или вообще от нее отказаться. Как вы знаете, мы отказались от кухни от застройщика. Ну, то есть, такие моменты, да, мы могли выбрать. Не просто так, какой-то стандарт получить непонятного цвета. Какую сумму вы в итоге переплатите, покосив кредит? Имеется в виду конкретная сумма. Мы взяли ипотеку 4 миллиона за 10 лет, мы переплатим 2,5. Ой, знаете, лучше, наверное, я бы не проверяла этот момент, а то я уже забыла. Когда мы, конечно, брали ипотеку, наверняка я этот момент просматривала, продумывала. Но я уже забыла, какую сумму мы в конечном итоге переплатим. А тут я подняла эти данные и ужаснулась, честно говоря. В общем, мы взяли у банка в общей сложности 844 тысячи шекелей. И плюс мы переплатим еще за 30 лет 600 тысяч шекелей. Если, конечно, не будем погашать кредиты срочно, что мы собираемся, естественно, делать. Потому что, блин, 600 тысяч шекелей, блин, капец, капец, да. В общем, 600 тысяч шекелей мы переплатим в конечном итоге. Мы, конечно, да, мы планируем, у нас это первостепенная задача, погасить кредит и ипотеку досрочно, как можно быстрее, там, ну, блин, максимум, наверное, лет за 10. Может быть, быстрее. Будем очень стараться, по крайней мере. А сколько стоит такая квартира в аренду в городе Хариш? Ну, смотрите, я думаю, что где-то от 3 до 3,5 тысяч шекелей. Все зависит от того, что находится внутри, какая отделка. То есть с той кухни, которую мы сделаем, наверное, цена вырастет. Плюс цену, конечно, добавляет вид из окна. То есть мы не видим наших соседей, у нас достаточно хороший вид. Панорамный, даже где-то вдалеке, если присмотреться море, можно увидеть. То есть это, конечно, все добавляет к цене. Но думаю, что где-то 3-3,5 тысячи шекелей в месяц. Нам пока программа не улыбается удачей. Сколько вы играли? Мы играли, по-моему, на 2 раза. Первый раз мы не выиграли, второй раз выиграли. Но на самом деле это все зависит очень от города. В Харишу очень много квартир продается именно по этой программе. Поэтому здесь выиграть очень просто. В каких-то городах, там, центральных, особенно, например, в Нитании, выиграть очень сложно. Там на одну квартиру, наверное, 10 претендентов. Тоже, скорее всего, в Решен-Лицоне, насколько я знаю, был проект Махерли Миштекен. Там тоже, скорее всего, выиграть было очень сложно. Короче, все зависит от города. Почему вы решили менять розетки? Мы поменяли и розетки, и выключатели. На самом деле меня те розетки, которые шли в комплекте, скажем так, с квартиры, полностью устраивали. Ну, знаете, самые такие простые, обычные. Но я на такие моменты вообще внимания не обращаю. Но Андрей у меня электрик в профессии. И он на них смотрел, он говорил, нет, в доме у электрика не будут такие розетки. И он хотел сделать умный дом, то есть розетки и выключатели, которыми можно управлять через телефон, по Wi-Fi. Ну, и, в общем, этим он занимается, переделывает потихоньку. Большинство он уже поменял, еще осталось несколько. Но на самом деле в этом есть свой кайф. Например, ложишься спать и думаешь, блин, я там в зале не выключил свет. Можно вставать, выключать. Нет, сейчас ты просто голосовой командой выключаешь этот свет, и все классно. Или, например, ты куда-то поехал, думаешь, выключил плиту, не выключил плиту, выключил утюг, не выключил утюг. Если есть сомнения, просто по телефону выключаешь определенную розетку. То есть в этом есть много плюсов. Но если бы не Андрей, я бы, наверное, не меняла. Мы отказались от кухонного гарнитура от застройщика. Застройщик снизил цену и на сколько, если не секрет? Да, застройщик снизил цену, но он снизил цену как бы не на квартиру, он нам снизил цену на цумодобния. Цумодобния – это разница между ценой на строй материала в тот момент, когда ты покупаешь квартиру в стадии стройки и на момент получения квартиры, то есть на момент окончания стройки. Вот эту вот разницу в конечном итоге те, кто покупает квартиры в строящихся зданиях, они должны выплатить. В общем, застройщик нам снизил эту выплату. Конкретно на какую сумму он нам снизил эти цумодобния, я, честно говоря, не знаю. Андрей этим занимался, я не проверяла. Я могу предполагать, что тысяч на пять, на семь. Скажите, пожалуйста, сколько парковочных мест у вас и входят ли они в стоимость квартиры? У нас одно парковочное место, ну и плюсы, как бы, есть достаточно много общей парковки. Но вот конкретно наше прикрепленное к квартире только одно парковочное место, и да, оно входит в стоимость квартиры. Через сколько получили ключи с момента выигрыша? Мы получили ключи плюс-минус через два года. Что это Михейли Миштыкен? Сколько лет строили? Как я уже сказала, строили примерно два года. Что такое Михейли Миштыкен? Это программа государственная, которая переводится как «Цена для новосела». Это программа, которая позволяет купить квартиры людям, у которых еще нет своего жилья, по льготным условиям. То есть это льготное условие, что сама квартира стоит немного дешевле рыночной цены, и плюс еще первоначальный взнос должен быть меньше 25-30%. То есть первоначальный взнос, как я уже сказала, должен быть либо 100 тысяч шекелей, либо 10% от стоимости жилья. То есть когда ты покупаешь квартиру обычным способом, у тебя должен быть первоначальный взнос 25-30% от стоимости жилья, что является очень большой суммой, с учетом того, что квартиры в Израиле очень дорогие. Но Михейли Миштыкен позволяет купить квартиру людям без таких больших накоплений. У меня только один вопрос. В этой комнатке, имеется в виду техническая комната, есть подвод и отвод воды, чтобы подключить стиральную машину. Да, там есть отвод и подвод воды. То есть эта комната специально рассчитана на то, что там будет стоять стиральная машина. Поэтому все там для этого предусмотрено. Расскажите про выплаты, которые Каблан попросил. Каков был их рост? Сначала 7% и так далее. Интересно посчитать, какая реальная цена получилась, если посчитать с выплатами, которые были до въезда в квартиру. Ну давайте я вам все расскажу, потому что я этот момент тоже запечатлела у себя, чтобы точно вам сказать. В момент подписания договора о покупке квартиры мы должны были выплатить 10% от стоимости квартиры. В течение 45 дней после подписания договора еще 15% от стоимости квартиры. Дальше в течение 8 месяцев с момента подписания договора еще 25% от стоимости квартиры. В течение 17 месяцев с момента подписания договора еще 20%. в течение 22 месяцев еще 20 процентов и в течение 14 дней после получения тофи сарба про который я вам говорила выше должны заплатить последние 10 процентов от стоимости квартиры почему в израиле при покупке собственного жилья рассматривают в основном квартиры имеется ввиду почему не дома на самом деле каждый волен выбирать то что он хочет и дома здесь тоже покупают достаточно часто но именно в качестве первого жилья качестве первой недвижимости чаще всего выбирает квартиру что они дешевле то есть земля в израиле очень дорогая если ты покупаешь дом то дома значительно дороже квартиры если брать один и тот же район поэтому в качестве первой недвижимости чаще выбирают именно квартиры потом там через несколько лет через 5 10-15 лет когда уже есть возможность купить что-то подороже многие люди выбирают дома и знаете мы тоже хотим в будущем жить в своем доме конечно на данном этапе нашей жизни мы очень довольны что мы живем в своей квартире что мы платим за свою квартиру а не за чужую но в будущем мы хотим переехать и в свой дом опять же как я уже сказал в какой-нибудь глухой деревне в которой жить еще дороже наверное будет чем мы жить в городе но в любом случае такая цель у нас есть в израиль еще строят квартира где кухня это отдельно комната с окном на самом деле в израиле часто делают кухню с окнами но чтобы это была отдельная комната я такого не встречала то есть у новостройках возможно есть конечно исключение но опять же я этого не видела а бывает однокомнатные квартиру у вас конечно бывают ну как я уже сказала это только в старых квартирах либо это в новостройках но это будет разделенная квартира неполноценная мама ты посчитал 4 комната или это 5 комната но так как квартира нас 4 комнатная и мама то есть комната безопасности это полноценную комнату то есть это 4 комната к такое понятие как обманутые дольщики есть в израиле на самом деле тут ситуация конечно намного лучше чем странах снг тут люди более защищены в этом смысле хотя все равно не так все идеально скажем я знаю один случай если я не ошибаюсь это вообще единственный случай когда такое произошло что застройщик до сбежал с деньгами людей которые заплатили за квартиру то есть они заплатили за квартиры в процессе стройки или застройщик сбежал с этими деньгами насколько я знаю это здание потом было достроено я не помню за чей счет но люди получили свои квартиры опять же это было с очень большой задержкой но в конечном итоге люди получили свое жилье я не уверен что это был единственный случай но это был единственный случай про который я слышал тут очень часто задерживают квартиры то есть по договору должны были сдать квартиру через два года до этом через три через четыре даже больше я тоже знаю конкретные случаи людей я знаю людей которые вложились стройку и у них стройки задерживаются например у меня есть коллега которая купила квартиру в нетании раньше нас но у нее даже еще здание достроено то есть она должна была получить свою квартиру раньше нас тоже уже прошло три года а у нее еще строится здание были какие-то бюрократические проблемы вдруг решили что здание нужно увеличить еще на несколько этажей долго ждали разрешения от муниципалитета в общем все это задерживало стройку и в конечном итоге до неизвестно когда она получит свою квартиру уже прошло три года она до сих пор ждет по договору до квартиры и должны были уже сдать конечно она должна получить какую-то компенсацию она сейчас судится застройщиком но это все очень неприятно я знаю еще несколько случаев когда люди вкладывались недвижимости в строящемся здании или на стадии вообще проекта и очень очень долго ждали и все сроки были уже пройдены люди до сих пор не получили свои квартиры тут конечно все равно в этом смысле ты чувствуешь себя более защищенным тебе есть с кем отсудиться куда идти кому обращаться там да ты предоставлен сам себе и я просто эту ситуацию знание понаслышке а действительно когда ты вкладываешься недвижимость очень сильно рискуешь и играешь можно сказать в русскую рулетку повезет не повезет живой в израиле на первый раз слышу об этом городе скажите пожалуйста где он находится или это новый город но на самом деле тут или наверное не очень уместно это новый город находится он пригороде города хадера то есть он находится примерно посередине между тель-авивом и хайфой рядом еще находятся такие города как кейсария пардесхана перепланировка помещений возможно в принципе да то есть на стадии стройки ты не можешь сказать что не строите мне эту стену построить им не стены в другом месте по крайней мере не по нашей программе по нашей программе ты получаешь квартиру в том виде в котором она была запланирована но когда ты получаешь квартиру ты можешь уже делать не все что хочешь наверное конечно несущие стен разбивать не стоит но все остальное я не вижу преград у нас кстати в доме несколько людей уже разбили несколько стен то есть они делают прям такую перепланировку хариш возле хадера работаете в каком городе я работаю в городе кейсария андрей работает в городе пардесхана это все ближайшие города я езжу на работу где-то 22-24 минуты андрей есть вообще минут 12 наверное ну что ребят вроде ответила на все вопросы надеюсь ничего не упустила ничего не пропустила если вам понравилось это видео то знаете что нужно делать также не забывайте подписаться на канал если вы еще не подписаны и всем огромное спасибо за просмотр пока пока